Еще несколько недель назад на стадионе 12-й школы вовсю кипела работа. Здесь шло строительство новой спортивной площадки. Это стало возможным благодаря областной программе инициативного бюджетирования. Проект реконструкции баскетбольно-волейбольной площадки смог пройти конкурсный отбор и получить областное финансирование. Часть средств была выделена из городского бюджета. Кроме этого, инициативное бюджетирование подразумевало финансовое участие жителей. В этом вопросе ему оказал помощь и поддержку депутат городской думы Владимир Карагодин. Почти полтора месяца потребовалось на создание новой площадки. 14 августа состоялось ее торжественное открытие. На праздник были приглашены глава администрации Таганруга Андрей Лисицкий, заместитель главы администрации города Ирина Голубева, начальник управления образования Ольга Морозова. Они тепло поприветствовали ребят, которые пришли на праздник. Я от всего сердца поздравляю вас с завершением обустройства спортивной площадки. И хотел бы в первую очередь выразить слово благодарности руководству области, депутатам законодательного собрания, чтобы благодаря их усилиям стало возможно и закреплено такое направление созидания, как инициативное бюджетирование. Конечно же, хотелось выразить слово благодарности и руководству школы управления образованием депутатов городской думы Владимиру Владимировичу Карагодину за то, что они выступили с инициативой, представили этот проект, он прошел отбор и, как мы видим, завершен успешно. В этом году будет завершено еще пять проектов, помимо спортивной площадки. И на следующий год мы уже сделали задел, подано 11 заявок, из которых 7 отберут, и мы будем дальше благоустраивать территорию. Я желаю основным пользователям, то есть вам, ученикам спортивных успехов, заниматься спортом в комфортных условиях, быть счастливыми. Новой площадкой смогут пользоваться не только учащиеся 12-й школы. Здесь смогут заниматься игровыми видами спорта ребята со всех близлежащих домов. В нашей школе обучается 811 человек. Естественно, они это все жители микрорайона, которые будут пользоваться площадкой, но площадку мы закрывать не будем, то есть в дневное время жители микрорайона могут приходить, заниматься спортом, играть в баскетбол, волейбол. Я думаю, что им будет за радость это. Площадка построена по всем современным технологиям, отвечающие на санитарно-эпидемиологические нормы. Она содержит два слоя асфальтирования, выдержано время, выдержана температура и сверху покрытие современное резиновое покрытие, которое сейчас используется для спортивных стадионов и площадок. И у нас это все есть, то есть все в соответствии с нормами. После торжественной части ребята тут же смогли опробовать новый спортивный комплекс. Здесь прошла сдача нормативов физподготовки и товарищеский матч по волейболу. Однако позаниматься на новой площадке пришли не только волейболисты и баскетболисты, но и ребята, которые занимаются другими видами спорта. Я считаю, это очень хорошо сделано, что можно на улице играть и развивать спорт. А ты занимаешься по жизни какими-либо? Я занимаюсь футболом. Ну, наверное, теперь тебе придется ждать, когда пуля для футбола сделает. Ну да. Что не вылетает мяч, ну трудно это сделать. И резинка мягкая. Как долго будут эти ребята испытывать восторг от пользования новой спортивной площадкой, покажет время. Однако взгляд взрослых зрителей тут же отметил некоторую незавершенность объекта. Сразу за границами площадки начинается земляной участок. И при первом же дожде есть вероятность, что вся грязь от земляного слоя польется на новое мягкое покрытие спортивной площадки. И на это, наверное, стоит обратить внимание тем, кто делал данный проект. Достигали.